доброе утро дорогие друзья сегодня 24 ноября у нас кошачий завтрак монечка стал вместе глядя на шпульку есть натуральную пищу там у нас курочка запаренная кипятком два раза ну и я отвечу на комментарии благодарю что вы задаете вопросы по моей просьбе и из этих вопросов будут формироваться видео думаю что будет интересно и вот я не буду прям слово в слово повторять что мне написала подписчица но смысл в том что у нее тоже много кошек но 7 кошек по моему двое из них живут в доме остальные живут в теплице там муж сделал им домики и конечно же их там кормят и все-таки это не на улице все-таки им там теплее и вот она задает вопрос что как у вас как вы но управляетесь с вашей кошачьей бандой такой порядок и как у вас это получается но хочу сказать сразу да бывают и осечки особенно у кузьмы бывает он сходит не в лоток а куда-то за лоток ну что ругаю в общем немножечко шлепаю газеткой вот ни в коем случае нельзя бить рукой можно поранить кота а так газеткой по пятой точке это бывает конечно случается строгость нужно вот это место я обрабатываю уксусом тоже недавно услышала увидела в видео что раньше обрабатывала хлоркой но оказывается лучше уксусом и да действительно запах уходит из этого места ну вот так вот и у нас бывают осечки это бывает крайне редко но хочу сказать что если такое случается то это неспроста обычно кошка таким способом показывает чтобы хозяин обратил на нее внимание видимо что-то у нее не в порядке либо болит и вот как раз у кузьмы бывают вот эти проблемы с сорвотой и видимо нужно обратиться к врачу вот так что кошки очень умные животные просто человек должен научиться их понимать теперь идем дальше значит кошки у нас лазают по столам вы это видели я с этим никак не борюсь возможно тоже нужно воспитывать и как-то с этим бороться но вот здесь у нас вот так наши кошки не гуляют по улице я их глистогоню и как бы мне бояться нечего пытались с этим бороться давным давно еще когда у нас была британка это в москве в старой квартире вот но это бесполезно вернее даже не британка кузьма наверное вот кстати британка не лазила у нас по столам это было исключение вот просто она не лазила на стол не прыгала а когда появился кузьма точно он же жил у нас на варшавке вот тогда и вот это появилась как бы проблема но я закрыла на нее глаза и все все же зависит об отношении какой какой-то возникающей ситуации я эту ситуацию отпустила и как бы мне стало легче жить ну лазит на стол и лазит причем они не едят из тарелки то есть они не воруют им просто хочется пройтись по столу ну кошки любопытные существа вот теперь в этом доме как вы заметили нет обоев это еще одно решение проблемы вот здесь плиточка у нас в тех комнатах у нас оштукатуренные стены я штукатурила и покрывала краской то есть красила это тоже моё как так скажем дальновидное виденье я знаю что кошки дерут обои вот и чтобы этого избежать я просто покрасила стены и сделала кошкам все равно же коготки драть где-то нужно вы это все знаете вот отдала на растерзание вот этот стол который я со временем опять реставрирую покупает жут и обматывая потом вот эти вот дужки вот это несложно сделать вот здесь уже такое лохматенькая но еще потерпит когда уж совсем будут лохмоть и висеть тогда я просто это убираю и обматываю новым джутом это несложно вот здесь у нас кошки дерут уточек так скажем коготки еще есть одна точилка для кошек сделанная моими руками вы это помните это полочка была у нас в старой квартире вот она я просто ее сверху оклеила по периметру джутом и они как бы здесь тоже дерут коготки вот уже вторая до . где они точат свои коготки и вот еще третья точка я здесь тоже обмотала джутом вот эту мдф панель которая была в доме на потолке просто вырезала кусочек и обмотала джутом видите здесь тоже но здесь они меньше всего точат коготки почему-то но все равно подходят вот она немножко видно что такая потрепанная лохматая вот прикрепила просто к стене это вот портал когда вот вход с нашей прихожей и вот вход на кухню вот здесь вот я прикрутила портал вот с этим джутом здесь еще ни разу не меняла ну потому что видите что джут в нормальном состоянии вот у нас три получается когти точки в доме проблема с коготками решена может быть если бы были обои может быть они там драли но я повторюсь я решила вопрос с покраска стен теперь идем дальше вы пишете что кошки любят лазить по всем что висит чтобы забраться туда да есть такая проблема у нас шпулях это вот кошечка которую родила маруська в июне месяце она осталась у нас она очень любила лазить вот по этому тюлю или по этой тюле не знают тюль это он или она вот что я сделала я просто эту тюль вот так вот заправила пока шпулька вырастет у нас вот будут вот такие окна да это не очень красиво хочется как-то уюта чтобы это тюль висела на окнах это все понятно но если вы любите животных то можно и здесь пожертвовать так скажем чтобы окна ваши были ну пока вот такие вот открытые вот и все вторая проблема решена дальше на окнах у нас везде вы знаете висят тоже шторы но на которые сложно залезть вот такие вот в одном месте у нас шпулька тоже попортила вот эти вот завязки в на шторе которая в прихожей но ничего страшного поменяю она начала с ними играть я их потом конечно уже поздно вот так вот заправила с той стороны ну чтобы они вот так не висели и во всем доме как вы понимаете вот такие шторы рулонные на которые но сложно залезть вот и вторая проблема решена то есть у нас пока нет тюля или тюли вот здесь вот есть но вот так вот сейчас она открыта и заправлена по бокам вот и еще одна проблемка тоже решена теперь вы пишите в комментарии сколько же это нужно тарелок чашек ну для кормления кошечек ну я не знаю 7 кошек может быть это конечно больше чем 5 может быть на одну тарелочку больше нужно поставить но у нас всего вот две тарелочки вот здесь поилка стоит еще одна есть поилка которая стоит на столе и вот такая мисочка это персональная миска для шпульки вот в ней я запариваю мясо вот и она такая глубокая но в общем это шпулькина миска вот и все вот у меня всего вот столько тарелочек они подходят по очереди кушают я подсыпаю и все необязательно и нужно мне много там каких-то тарелок ставить то есть у меня не пять тарелок а всего лишь вот три ну на ваших семь котов может быть нужно чуть больше тарелок я думаю что в этом проблемы тоже нет вот как раз пусть к наверно приходилось сюда пить вот еще у нас к желевская это лёшик презентовал нам вот эту вот такую баклашечку вот здесь у них водичка которую я меняю каждый день и в основном они пьют прыгают вот сюда на стол и пьют водичку но повторюсь опять же у меня нет такой проблемы что кошки лазают по столам столы в основном у меня всегда чистые они просто ну как бы ну нравится им вот запрыгнуть где-то посидеть может быть посмотреть в окошко вот в этом месте очень любит сидеть да и маруська и монка вот так вот сюда вытягиваются и смотрят что там происходит на улице подоконник этот любят и вот это вот местечко на столе для меня это не проблема друзья давно не включала освещитель воздуха ароматический решила немножко по релаксировать да бывает такое что и перевернут допустим вот эту коробку это шпуля в основном любит коготками вот с этого кресла у цепиться сюда это все переворачивается друзья но это все такие небольшие издержки как говорится по сравнению с той любовью которую вы дарите кошкам и которую они дарят вам я сегодня очень плохо себя чувствовала ночью что-то разболелась голова где-то в пол четвертого но это наверное вот в связи с этой погодой вот этой переменчивостью погоды из снега в дождь из холода в тепло я стала часто реагировать на изменение погоды ну то есть я метеозависимая вот но если бы вы видели как же они меня жалели вот в пол четвертого утра они все меня я сплю вот здесь и все они меня обложили со всех сторон грели я думаю что они чувствовали мою боль и преданность наверное то что я не забочусь так что кошка друзья она очень добрая ласковая порой они даже отдают свои жизни уже сколько случаев когда кот берет на себя болезнь которая предназначалась хозяину и погибает таких случаев очень очень много но и хочу сказать друзья что когда вы приютили у себя кошечку или котенка или взрослого кота посмотрите что происходит дальше в вашей жизни как правило в жизни появляется что-то очень очень хорошее как говорится тот кто сверху он все это видит и конечно вам воздается старицей теперь еще раз отвечу на комментарии по поводу вот этой кровати очень много было комментариев и самого начала когда мы только-только устанавливали здесь кровати планировали где у нас что будет столько было вопросов лена что у вас сразу с кухней типа вот вход в спальню друзья конечно вход в спальню что здесь такого а вспомните московские студии такие модные такое громко звучащие слова студия как на украине скажут и спа и сралья и и дальняя это грубо конечно но это перевести если то это и туалет и столовой и все в одном месте и никто же не спрашивает а что это у вас здесь сразу спальня из выхода из кухни по мне так какая разница ну и вторая причина почему здесь у нас именно спальня потому что вот эта комната у нас ну квадратные формы и это единственное по площади место где можно разместить двухспальную кровать поставить тумбочки с одной и с другой стороны кровати и чтобы это красиво смотрелось остальные комнаты они все узкие все узкие друзья я вчера здесь вязала коврик здесь лежит я просто смотрела как там располагаются цвета вот эта комната узкая здесь тем более узкая комната вот здесь если по ширине посмотреть то здесь наверное два метра всего лишь вот ширина комнаты вот шпулька залезла тоже любит сидеть на камине вот и куда здесь тогда поставите кровать вот посмотрите здесь стоит вот диван и он уже на границе даже за границу вот здесь у нас была стенка которую мы убрали вот в ту сторону ставите кровать и как потом подходить кровати то есть она сюда может быть и встала бы но тогда извините прилечь на кровать только можно со стороны вот ног как-то туда залазить не тумбочку не поставить ничего друзья в этом доме поверьте я настолько все продумала что ну вот лучшего варианта расположения мебели поверьте просто не найти а так у нас здесь все гармонично вписалась и вот этот диван угловой это пусть и на место я вот застелила потому что шерсть остается вот и здесь получается гостиная зона гостиной и переходящая в рабочий кабинет добыл еще вопрос расскажите про но об устройство вашего рабочего уголка для рукоделия да здесь нет никакого об устройство все вы видели я вам уже показывала вот недавно прикрепленная полочка здесь у меня спицы всякие инструменты здесь тоже тесьма но это просто для красоты там лежат свечи в этих ящиках стоят там всякий клей всякие краски ну вот ну как то так все лежит для рукоделия здесь стоит швейная машина вот теперь коврик для пэчворка кстати вот этот ящичек который я достала из сарае как многим не писали несете весь хлам из сарае нам показываете зачем нам это надо может быть и не надо а вот посмотрите как этот ящичек это старый старый ящик он ну как бы вытащен видимо из старого шкафа вот он служит вот сейчас у меня проекта до коврик и вся трикотажная пряжа вот вчера кстати вечером я еще немножко повязала и немножко сшила надеюсь у вас теперь не будут ручки колодца и я поняла вашу причину почему вы руки кололи при сшивании потому что вы наверное в тело это не под петельки а прямо в тело шнура сшивали вот здесь вот лежит так надо сейчас зарядить телефон разряжается текущий проект по коврику вот этот ящичек пригодился здесь есть настольная лампа я ее конечно же включаю когда шью здесь очень хороший свет она сейчас разгорится сейчас вроде бы темный но со временем она разгорается и сильнее и сильнее становится свет ярче и ярче имеется ввиду вот здесь вот буду заниматься петчворком вот и весь ну я не буду уж открывать ящички тут у меня и семена вот лежат всякие тут не только рукоделие вот вот это и есть уголок для рукоделия очень-очень удобно а вяжу я сейчас вот в этом месте я не могу вязать сидя мне нужно полулежа вот как раз вот так вот как розеточка получилось диванная до угловой этот диванчик вот так вот сижу ножки сюда там очень удобная под спину подушечка под руку и любуюсь вот камином и треском дров в камине вот тоже был комментарий вам теперь к вашему камину не хватает столика для чаепития у нас уже столик здесь есть вот посмотрите вот этот стеллаж который я покупала заказывала в хофф через москву правда лешек мне привозил ну потому что там бесплатная доставка овчеплыгин доставка с хофф из липецка и там конечно дорогая доставка поэтому через москву вот дешевый стеллаж он не что-то обошелся в 1400 у меня там бонусы были такие приличные потому что я и вот этот диван покупала тоже в хофф и там начислялись бонусы вот и посмотрите как хорошо отреставрированный стул который был здесь в доме так скажем старожила где я поменяла сидушку отшлифовала шлифовальной машины покрасила он полностью подходит под вот этот столик и на этом стуле может кто-то сидеть кто-то сидеть вот здесь вот в этом месте на диване и пожалуйста вам маленький столик для чаепития и релакса когда смотришь на камин вот я сейчас села вот сюда на диванчик вот этот стеллаж здесь тоже может кто-то сесть и можно пить чаек хоть небольшой но столик стеллаж достаточная поверхность столешницы для того чтобы поставить чайник чашечки какие-нибудь вкусности и любоваться на камин так что вот так вот друзья за год мы преобразовали свой дом мне там был комментарий лена посмотрела ваши первое видео когда вы только-только начинали делать ремонт это просто небо и земля это как будто попадаешь в какой-то сказочный мир друзья действительно так нам очень нравится наш дом все практически кроме вот натяжных потолков сделано нашими золотыми не побоюсь этого слова ручками с лёшиком и это еще больше греет душу посмотрите как разгорелась настольная лампа как она сейчас ярко ярко светит так что вот здесь у меня рукодельный уголок ну вот мои хорошие я на этом буду наверное заканчивать сегодняшнее видео я ответила наверное на трое пару тройку комментариев я желаю вам прекрасного дня хорошего настроения несмотря на унылую погоду за окном потому что будем заниматься рукоделием будем шить и вязать и думать конечно же о хорошем я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена сетникова пока пока